Добрый день всем. Я с большим удовольствием вам представляю Марку из компании Кочес Марбл, мраморной компании. Также приветствуем Геши Майкла, который сегодня с нами, и Веронику. И у нас сегодня будет очень интересное путешествие в различные типы мрамора, которые вы только можете найти в этом карьере. Поэтому приглашаем к микрофону Марку, который расскажет нам больше о карьере, о мраморе, и о том, как эти ступы, может быть, будут выглядеть, и о дизайне этих ступ. Итак, добро пожаловать. Я думаю, что будет очень интересно, потому что Марку, я знаю, что очень увлечен мраморным делом, и у него есть множество историй, которые он сможет рассказать. Благодарю, Анли. Я очень рад участвовать в этой презентации. Я был в этой индустрии более 30 лет. Индустрия натурального камня. У нас есть большая команда с большим количеством ресурсов. И для того, чтобы добывать этот мрамор, нужно несколько шагов. Мы работаем с архитекторами, инженерами. Я объясню процесс презентации, как мы из сырья делаем финальный продукт. Первое. Благодарю Анли и Сунам. Вы великолепны в своем ведении нас по процессу. Это великолепный процесс. Это будет как показательный проект, потому что это такой единственный в своем роде. Он многолетний. Мы ожидаем, что это будет трехлетний проект. И, к счастью, у нас есть опыт. И большие проекты, я их тоже покажу в презентации. Большие проекты, это обычно 3-5 пьет. Может быть, могут быть проекты, когда мы высокие высотные дома обеспечиваем мрамором. И в Северной Америке, и некоторые даже в Европе. Это процесс. И работа с инженерами, с архитекторами. У вас образуется в итоге такая команда. То есть мы немножко остановимся. И Сунам. Скажите мне. Или в порядке с переводами, с переводчиками. Пожалуйста, останавливайтесь. После иногда паузы делать. У нас один из самых великолепных видов мрамора в мире. Это одна из пяти сертифицированных мраморных карьеров. У нас есть сертификация от правительства. Хотя есть более сотни карьеров, но мы одна из пяти, которые сертифицированы. У нас 11. Мы в основном расположены в Соединенных Штатах, Азии и Европе. И у нас более сотни лет опыта. Особенно сейчас, в текущих условиях, это очень важно. У нас цели такие, чтобы предоставить полное решение проекту. Мы руку об руку работаем со своими клиентами. Мы даже их называем скорее стратегическими партнерами, потому что это стратегическая работа вместе. И это представляет вызовы. И здесь я такой пример приведу. Эти места для этих ступ, для медитаций. Очень много вызовов с точки зрения топографии будут представлять. Примерно неделю назад. Охот с вершины этого гора на низ горы сделали такое очень внимательное путешествие. Каждую точку там исследовали, чтобы как, может, путешественник потом сможет там взбираться, и что где должно располагаться. И также с нами были другие члены команды, потому что это влияет на другие части проекта. И что является приоритетом, это эту гору привести к натуральному состоянию, оставить. То есть, когда все будет завершено, то гора должна остаться в своем естественном состоянии. И чтобы был доступ ко всем сторонам горы, совсем ко всем частям, как и раньше. Все члены команды играют очень важную роль. У одного из них пять поколений, Джош Гонзалес. Он операцией руководит. ВИД из Португалии. Он один из всего лишь горстки специалистов по карьерам в мире. И, конечно, я. Это будет наша команда. У нас началась кооперация с Лайн и Спейс, архитектурной командой. У нас будет продолжаться этот диалог. Очень интересный, потому что это дизайн. Это дизайн, планы, все маленькие детали, которые нам помогут. Суперс, в тему, в медитацию, в музыку, даже ступень. Как я раньше упомянул, близость между этим карьером и ретритным центром Даймонд Маунтен – это 5 миль, 24 километра. 3 миля, 5 километров. Это по воздуху. То есть вы видите на карте, но чтобы доехать на машине, то это будет 15 миль, это 24 километра. Это карьер расположен на юго-востоке Аризоны, возле границы с Мексикой. Это на высоте находится 2000 метров. И красота этого карьера – это то, что она очень удалена. Там есть фермы. Но в большинстве части все-таки это очень удаленное. И там очень много дикой природы. Очень интригующая часть этого карьера – тем, что она очень богата историей. Территорией и… Территорией, то есть население, которое жило там всегда. И это ступа, где будет располагаться. Это и была такая сакральная земля этих аборигенных народов. И мы их названия, которые там существовали, исторически используем для того, чтобы почтить этих аборигенных народов. Чипауа, то есть это название племени, например. Кучаэс. Они территории. Теперь к истории этого карьера. Карьер был организован, основан в 1908 году. И в 1909 году запущен работу. Если вы здесь на фото посмотрите, здесь вы увидите, как жили раньше эти работники карьера в палатках, 3-4 работника карьера на палатку. Раньше у них не было такого оборудования, как сегодня мы используем. И большинство оборудований – это были паровые двигатели. И я так предполагаю, что, наверное, они должны были рубить много деревьев, чтобы этот двигатель работал. Ну, вот здесь на картинке справа, вы видите, что они уже тогда, в 1909 году, производили такие же куски мрамора, как сегодня. Тогда это было 5 производителей архитектурного мрамора в Соединенных Штатах. Этот карьер поставлял множественные, много мест страны, в основном по железной дороге. Семья Нагпама купила этот карьер в 2002 году с 1937 года, когда были изначально работники карьера. Тогда было 20, сегодня у нас 5 с использованием более продвинутого оборудования. Слева фотография, посмотрите, вот вся эта гора – это мрамор. И я немножко расскажу, как мы получим доступ к этому мрамору. сейчас идем в историю. В 2002 году новая семья закупила этот карьер. и мы начали исследование того, какой мрамор здесь может быть использован внутри страны и в международном масштабе. это карьер был примерно 50 метров в глубину, и так же точно он выглядел, когда эти работники забросили этот карьер в 1937 году. и вот вы видите, как мы сейчас эти блоки убираем из карьера. я вам покажу короткий короткое видео примерно 40 секунд, и оно покажет три части этого карьера. я покажу, как мы работаем. Это старый, это самый низ карьера. Вот здесь белый мрамор, каверкачи. Этот мрамор, это следующий уровень, это мансон называется. это самый верх карьера. А вот здесь вот наше оборудование, которое мы ежедневно используем. Это вертикальный вид самого низа карьера. Это там, где мы сейчас работаем. сейчас мы подходим к добыче этого волшебного мрамора. Слева это Геши Майкла Вероника. Фотография. Здесь в декабре это они посетили нас. Как вы видите, они одеты в теплую одежду, потому что там иногда есть и снег бывает и иногда прохлада. А вторая фотография это мой сын. Его зовут Гер и он примерно метр девяносто три ростом. А сзади стена это то, что неделю до этого мы добыли это примерно полторы тонны. Когда мы рубим стену, то эти куски такими огромными тяжелыми кусками бывают тонны и больше двух тонн куски, то есть это очень тяжелый материал. и на левой фотографии вы видите там за ними стену, вы видите вертикальный разрез, стена будет уменьшаться. мрамор, мрамор, И другие натуральные камни. И иногда там встречаются даже кусочки алмазов. Их можно добыть специальной машиной. Это как мы начинаем процесс перед тем, как эта машина, мы вначале должны пробурить. Это горизонтально. Также есть для вертикальных. И те люди, которые там работают, они через эти дырки работают этой машиной. Это очень тонкая работа, чтобы аккуратно этой машиной потом вырезать камень. Камень слева, это называется темная икра. И его гораздо труднее добыть, гораздо больше дней занимает, чем некоторые другие камни, которые мы вырезаем. Здесь снова добыча волшебного мрамора. Я снова с нижней. Посмотрите, там снова Яша Майкл, Вероника и Хэнли. И они смотрят вниз в карьер. Из тех, которые я в мире описал, это называется отрицательный, негативный карьер, потому что мы работаем вниз. Другие карьеры, которые вы в мире находите, они идут в гору. Они быстрее, но снизу, слева вы видите. Этот открытый карьер или карьер галерейный, они открывают гору и ее сравнивают. Но вы ограничены в том мраморе, который вы можете доставить. Здесь фотография слева сверху. Это камень, который называется мраморный эш, то есть пепел. Здесь размеры этих камней. Монсон еще. Монсон – это шторм, который летом. Можно увидеть очень много дождя. И он имеет голубой цвет. Выглядит как молния. Это прекрасный камень. Если мы будем производить одну из ступ, из этого камня, она будет великолепна. Это, наверное, один из моих или даже самый мой любимый, потому что цвет из-за этого цвета. Слева вы видите экскаваторы. И мы их в разных видах работ используем. Мы копаем ими, поднимаем и разбиваем мрамор. Они очень важны. В большинстве карьеров в мире вы увидите похожее оборудование. Это на этой фотографии наша команда. Это пять мужчин. Они в карьере сейчас. В начале прошлого века там, наверное, 20 людей нужно было. С этими машинами мы либо можем эту стену побороть, мы используем водяные мешки, которые между стенами. И этот пузырь с водой, он как бы толкает стену. Кожа, как и машина. Это как землетрясение. Когда мы эти огромные стены режем и разбиваем, то прям чувствуется тряска, встряска в земле. И вот эти люди как раз это делают. Что такое мрамор? Это метафорический камень. Известковый камень. Тысячи лет образуется. Известняк. Известняк. И оно подвергается большой жаре и большим давлением. Им восхищаются люди искусства, архитекторы. А также говорят, что мрамор поддерживает состояние медитации, замедление ума, благополвения. То есть я немножко уисследовал, и невероятно, сколько авторов, людей искусства в мире, они подтвердили, что действительно мрамор выделяет какую-то энергию, которую многие могут и почувствовать. И также снова-таки много художников получают креативность от этого для своих работ, для дизайна. Потому что это основа оборудования. Вы видите там два машины, первый экскаватор, а на переднем плане это крушитель. Мы очень большие звуки издаем. Многие карьеры только блоки удаляют, а мы все части делаем с агрегатов. А ниже у нас есть то, где мы превращаем в гравий. У него, у этой машины есть возможно поднять до 20 тонн. И это нужно, потому что некоторые камни достигают и 20 тонн. Что интересно, в начале века они даже 60 тонн камни двигали. Но сейчас регулирование правительственной нормы изменились для большей безопасности. Вот уменьшили этот размер только 20 тонн. Типы мрамора, которые из этого карьера могут выходить. Довольно интересно, что каждый блок категоризирован цветом, размером, весом. И это классификация, которая занимает много лет опыта наших людей, работающих в карьере. есть люди, которые классифицируют. То есть, если идут горизонтально, называется форменный, футминтс. И также используют на многих проектах. Вы увидите на больших проектах. Но опять, цена этого блок является по покупателям и продавцам. Это в глаз покупателям и что они looking looking for. Как что видят покупатели в этом камне и продавец должно сойтись. Вот такой камень вы не увидите ни в одном другом карьере мира. Это единственный карьер. Есть в Европе Южной Африке. Его называют пэн, это по-испански хлеб. Это самый красивый, один самый красивый кавер. Следующий я уже упомянул мансун на видео. Следующий это дезерт роуз, пустынная роза. самый типичный это Апачи, который у нас есть. Это назван он в честь вот этих племен Апачи, которые там жили. Там иногда есть даже прожилки из золота. снизу слева это название темная икра. Резко резко Джеронима следующий это ближе к Даймонд Маунтен сзади нашего карьера он находится. А также есть тип, который только в нашем карьере, что похоже есть в карьере в Турции, но определенного качества нету, как есть у нас. Качай звает Качайский белый. И вот эти белые камни, они безвременные, они тысячи лет назад использовались для искусства и для архитектуры. теперь о размерах разрезанных камней. У них есть множество применений. Слева есть Джеронима, очень красивые линии, он может быть разрезан в разные размеры, разные употребления, коммерческие, резидентные, для жилья, для мемориалов и для духовных мест. Очень много использований. это один из тех красивых камней, которые приходят из этих карьеров. Вот мы работаем поэтому с архитекторами, префабрикуем эти проекты, подготавливаем их, могут быть колонны, мы можем любые архитектурные продукты производить. И в этом случае стопы, сейчас мы на начальном этапе, на правой картинке, когда мы дробим эти камни, то есть снизу картинка, это белый мрамор, а сверху это серый мрамор, мы называем титаном, это очень плотный камень. Интересно, что наш белый мрамор, химический анализ кальцием, карбонат 99%, означает, что он может в разных использоваться на значениях, начиная с сельского хозяйства до фармацевтики. Есть компания в Аризоне, которая для краски использует этот камень. Если мы поработаем над процессом серфикации, то его даже можно в фармаце использовать. Сейчас мы поговорим о трансформации камня. Для нас трансформация камня слева это могут быть используют, например, как ступеньки. здесь для внешнего использования. Справа это дополнительные вокруг бассейнов может быть использован, например. Вы видите, что поверхность не скользкая. прекрасный белый мрамор. Бесконечное количество разных аппликаций, куда можно применить это применение. камней. Мы только ограничены размером этих камней, но даже с современными технологиями мы можем даже еще больше и больше размеры камня использовать, если они нужны в каких-то проектах. то есть мы можем любой размер, ступу любого размера создать, которую вы захотите. Производство я упомянул. и мы используем алмазы на каждом этапе разрезания этих камней. Есть такая алмазная пила, даже можем 2 сантиметра, 3-5 такую плиту вырезать. то есть вы можете хотел сказать как масло режется, но конечно это дольше. Здесь вот довольно уникальные камни слева сверху это Монсон. право сверху центральная слева 200-300 сантиметров. мы поставляем одни из самых больших проектов Северной Америки. Внизу это Власт-Амерси отель. Это интересный проект был. 99-го 2000-го 2000-й И для этого проекта мы делали каждую комнату. И когда приходил мрамор, у каждого были номера и прям кусочек за кусочком номера комнат даже там были на каждой коробке с мрамором. То есть это был многолетний проект. Это был многоуровний проект. Не знаю сколько высота, но примерно 4000 комната и в бассейне плавательном снаружи этого отеля. Мы предоставили такой не скользкий мрамор. И мы убедились, что эта поверхность действительно не скользкая. и это будет вечный вечный поверхность. На одной из первых фотографий там есть блоки, которые находятся там уже более сотни лет, которые вырезаны уже. То есть очень высокий, высокого качества, очень твердый и плотный мрамор, который будет стоять столетия. И вы видите прекрасную красоту, что с годами, через столетие оно становится еще более и более красивым. Нет никакого другого камня в мире, который может повторить это качество мрамора, что он будет столетия в неизменяемом виде. теперь визуализируем будущее, волшебный мрамор. Это такая примерная чертеж, мы использовали пачеками, и это начальная точка для нас, для чтобы все увидели эту концепцию, которую мы будем использовать Алмазной горе. Мое понимание, что это пачестон, камень пачи будет, то есть это представление, как будут ступа выглядеть. И тогда вы видите сзади там еще некоторые архитектурные чертежи, будет, конечно, много разных мелких деталей дальше разрабатываться. Вот это моя презентация была. Теперь, если вы желаете задать вопросы, задавайте, пожалуйста. Я благодарю, Марка, я уже несколько раз эту презентацию видела, и каждый раз у меня просто ее красота вызывает улыбку на лице. Также Гиши Майкл хотел бы чем-то поделиться, потому что он в декабре посетил этот карьер вместе с Вероникой. Здравствуйте все. Благодарю Марка в первую очередь и всю его команду. Я думаю, что ребята вы можете с презентацией сделать вывод, что Марко у него прекрасная страсть к мрамору, увлечения и большое знание об этом. в первую очередь. когда я с Вероникой этот карьер посетил, то, наверное, Марко мог вам рассказывать два-три часа, и вы будете все, что-то новое изучать. Я был очень рад, что у нас есть такая карма, жить, что прямо-прямо рядом с Алмазной горой. У нас есть такой прекрасный карьер и такие трудолюбивые, хорошие люди, с которыми мы можем работать. И поэтому я лично очень рад работать именно с этим карьером, что мы будем получать этот мрамор. и прямо на противоположной стороне этого карьера там наша Алмазная гора, ретритный центр. Я двухмесячные ретриты в мраморных зданиях в Индии проводил, и я могу сказать, что просто сидеть на этом мраморном полу и медитировать в мраморном здании, помещении, я не человек с предрассудками, я не представитель, но я могу сказать, что у меня была очень мощная реакция на этот мрамор. Я поэтому с нетерпением жду не только стоп, но также мы планируем такие комнаты для медитации, когда вы эти стопы будете посещать, то в каждой из них вы сможете помедитировать в тишине, в прохладе. Я думаю, что у вас есть вопросы, у меня есть вопросы. Мне интересно узнать такой вопрос. Если кто-то, как, например, Рамазная гора имеет большой проект, и они говорят, мы бы хотели ваш мрамор, какой у вас есть в наличии, тогда вы как думаете, что мы должны сделать, что карьер должен поставить различные типы мраморов для стопы, которые мы хотим построить, или вы же знаете свои карьеры, и я надеюсь, что вы знаете и под землей карьеры, вы знаете там эти цвета и бренды этого мрамора можно использовать для стоп, потому что, по моему мнению, они не должны быть одинаковые, эти стопы. Как стратегию выбрать? Можно пойти обратно в эту презентацию с моим фотографиям? для нас, я увидел уже мастер-план, да, Гешмайк, это прекрасный вопрос, есть три уровня в карьере. С этих трех уровнях мы убираем различные цвета, различные камни. когда вы посещали, мы много времени внизу карьеры используем. Слева там был мрамор, мраморный камень, мрамор, икра, под названием икра, мы его можем использовать на одну из стоп. кавиар, вот сейчас видно, да, сейчас видно. То есть, низ нашего карьера имеет пять различных уровней карьеры. у нас есть много лет этой икры кавиар. Для стопа мы можем все необходимые блоки добыть. Апачи, например, у нас есть множество блоков, которые уже добыты из апачи, это различный, кавиар. Следующее это розовая пустыня. Когда мы идем в двор этого карьера и мы покажем эти блоки вам и каждый тип камня идентифицируется как различные различные части карьеры. Когда он будет установлен, вы увидите, что есть различные цвета и сухие и влажные. Есть несколько опций, несколько ступ, в мастер-план у нас семь ступ и у нас есть семь видов мрамор, но на самом деле даже восемь. То есть это вы сможете выбрать и все члены команды могут поучаствовать в этом. И это есть красота этих мраморов. Это прекрасный вопрос, который вы задали. что у нас есть восемь различных видов типов мрамора. Есть ли у кого-то еще вопросы? У нас нет вопросов в чате. значит, я бы хотела один вопрос появился. У меня есть еще один вопрос, если никто другой не имеет вопроса. пустынная роза это для вне всякой печали. мрамор сделает слеп пруф? Что вы делаете, чтобы это мрамор стал нескользким? Как вы там ее удалбливаете? То, что вы в Лас-Вегасе в бассейне использовали? 50 тысяч квадратных метров покрыли. Что вы есть такие специальные щетки, которые делают более шершавые поверхности. Первый это это щеткой. Дальше делать такую грубую структуру. Мы тестируем в лаборатории, чтобы было типа камня есть, которые имеют резистентность к скользкости. Я думаю, Элла есть вопрос. Элла спросила, как часто вы должны восстанавливать эту грубость этой поверхности, чтобы он не терял это качество? Прекрасное качество, вы видите в монастырях в Европе, качество камня, вы видите, что 100-100-500 лет этому полу, но этот пол остается как не скользкая поверхность. Например, я упомянул монастыри или места, которые сотни лет, я видел камень, которому 2000 лет. У нас тогда не было никаких этих щеток для шершавых поверхностей. в будущем это как мы знаем сегодня. У меня два еще вопроса. Мне интересно узнать, что вы используете, когда медитативную комнату, у вас есть стена, потолок, есть ли какие-то технологии, как швы между плитами? Есть две технологии с песком без песка. Это основано на расстоянии между плитами. Если без песочного состав, то он будет не пускать влажность, реперация каждые несколько лет, а если широкая, если широкая, щель, также влажность будет оставаться снаружи, не пускать. требует небольшой поддержки. Небольшой поддержки. среди детей и подростков в Соединенных Штатах очень популярно расписывать стены какими-то рисунками, то есть, например, там всякие спреи, какие-то имена. Как это очистить с мрамора? есть такие средства, конечно, но лучше использовать предотвращающими. Есть такие покрытия, которые покрывают мрамор, и они если это вандализм, и спреем что-то нарисуют, с этим силером, с этим покрытием, он образует такой барьер между камнем и тем, что может быть на него нанесено. Спасибо большое, Марко, это было фантастически. Спасибо. У нас, конечно, будет гораздо больше разговоров в мире того, как мы будем продвигаться по проекту. А если нам хочешь закрыть или мне, я бы хотела просто показать цифры перед тем, как мы закроем эту сессию. Можете, видели ли вам на веб-сайте есть страница с актуальной информацией, также там все предварительные предыдущие записи этой серии. там же вы увидите актуальный статус пожертвований на эти ступы. в июне мы уже перешли за 2 миллиона. 90,404. Спасибо большое всем щедрым донорам проекта. И теперь уже наше дело, Марко, чтобы все подготовить и начать уже первую стопу. Так уже у нас разбивка есть по странам, если хотите детали увидеть. в этом месяце это Вьетнам и Малайзия это наши поднимающиеся звезды и наверное уже даже на Сингапур немножко Малайзия давит. Они ускорились в своих пожертвованиях. Сейчас у нас пока что расходы еще невелики, потому что мы просто подготавливаемся, мы пока обсуждаем много. Сейчас у нас различные разрешения идут. Итак, на странице вы можете все детали увидеть по расходам, доходам, сступлением. также в следующем месяце у нас элементы стопы будут объяснены. Ханли, я объясню вам, как стопы выглядят в разных странах, что они общего имеют, какие-разные элементы, а также много деталей о том, стопы. мы будем строить стопы, детали архитектуры. Следующий в сентябре будет больше деталей по воду духовного значения каждой части стопы. в следующем месте у нас много архитектурных объяснений, а дальше больше духовной части. Спасибо всем переводчикам. Всегда я знаю, что сейчас очень либо рано, либо поздно для всех из вас. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, Геши, Майкл, что присутствовал всю сессию. до встречи через месяц. Спасибо. Спасибо, переводчики. Я восхищаюсь вами за словарный запас.